Обсуждаемый в Украине законопроект по введению жесткого ограничения использования других языков, кроме украинского, это языковой геноцид, одобренный на государственном уровне. Такое мнение в ходе еженедельного брифинга высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Также она добавила, что это является инструментом борьбы с инакомыслием. Если бы Киев потрудился собрать информацию о том, какие языковые вопросы решаются в европейских государствах, они бы поняли, что все эти годы приверженности к европейским ценностям, они шли в противоположном направлении. Захарова подчеркнула, что одобрение подобных документов означает фактическую легализацию насильственной украинизации страны, а также узаконенную борьбу не только с русским языком и культурой, но и с языками иных этнических групп, проживающих на Украине. Дипломат уверен, что представители киевского режима действуют подобным образом, поскольку находятся под гнетом националистических идей радикалов, которых они в свое время поощрили к соответствующим действиям и теперь, цитата, «не могут забрать этого джина в бутылку». При этом Захарова отметила, что эти попытки сыграть на языке в русле заигрывания с радикалами могут действительно дорого обойтись украинским властям.